Добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрий Пронко. Это реальное время на Финам.ФМ. Сегодня поговорим на тему, о которой, собственно, и мы здесь на Финам.ФМ не говорили. Да и в целом в российском обществе почему-то не принято обсуждать данную проблематику. Речь пойдет о спецслужбах и конкретно о Федеральной службе безопасности. Вот такая тема. Не так давно, две недели тому назад, вы мне кивните, две недели тому назад, сейчас представлю просто гостей, я их еще не представил. Вышла книга, как пишут авторы этой работы, название «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». В общем-то, они не рассчитывали, что будет русское издание, то есть книга писалась изначально на английском языке, собственно, для тамошней забугорной аудитории. И тем не менее, книга вышла, нашлось российское издательство, которое посчитало необходимо опубликовать эту работу. Ну, западная пресса, в общем-то, самые лестные отзывы дает этой книге. Например, Санди Таймс пишет, это захватывающая книга, квинтиссенция материалов с сайта моих сегодняшних гостей. Я просто интригу сохраню, да, говорим же о спецслужбах, ну, давайте интригу хотя бы на пару секунд еще сохраним. Основная, основанная на серьезных расследованиях, она написана, как КГБ, бывший десятилетиями жестоким авангардом коммунистического режима, эволюционировал после падения Советского Союза, гарантируя стабильность нового сверхкапиталистического Кремля. Те же люди, те же методы, другое название, экономическая система. Ну, и масса других, значит, ну, например, Financial Times, новое дворянство моих сегодняшних гостей, здесь они просто указаны, да, предлагают читателю детальный срез ФСБ, этого наследника КГБ, который до сих пор накрывает своей тенью Москву. Ну, мы с вами все практически живем в Москве, потому как Финам ФМ вещает в первую очередь российской столице и в Подмосковье, но, тем не менее, и слушатели из других городов также, я думаю, вам будет не бесполезно послушать сегодняшнюю программу, поучаствовать в разговоре. Я вам с удовольствием представляю гостей, это Андрей Солдатов и Ирина Бараган, журналисты, мои коллеги, эксперты по российским спецслужбам и авторы вот этой новой книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. И Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас видеть. Напомню, средства коммуникации. Для ваших звонков многоканальный телефон 65 10 99 и 6, код Москвы 495 и наш сайт в интернете www.finam.fm. Который вы можете использовать для написания своих вопросов. Ну и кроме того, там идет прямая веб-трансляция, то есть вы нас можете не только слышать, но и видеть. Участвуйте в разговоре, высказывайте свои мнения, задавайте интересующие вас вопросы. Ирин, как говорят в таких случаях, что же докатились-то до такой жизни, да, что решили на поверхность российского общества, что называется, доставить вот этот образ Федеральной службы безопасности, раскрыть тайны, это же спецслужбы, там же все всегда за плотно закрытыми дверями, за семью, печатями и так далее. Как родилась идея этой работы? Юрий, мы докатились до такой идеи достаточно давно, потому что с Андреем Солдатовым мы руководим сайтом агентура.ру, на котором вся информация о российских спецслужбах и немножечко об иностранной собирается, мониторится и выкладывается в открытом доступе. Идея книги нам пришла, правда, не так, мы уже публиковали одну книгу о спецслужбах, но она не была так популярна, как я надеюсь будет это, и тем более она не печаталась в Америке, а была опубликована в России, называлась «Новые игры патриотов». Ну тогда она просто разошлась, не вызвала никакого большого эффекта, но кое-какой опыт в этой сфере был. В 2008 году просто так вышло, что мы в очередной раз остались без работы и нас уволили тогда из «Новой газеты», и мы уже поняли, что если в «Новой газете» это была одна из последних газет, где тему спецслужб освещалась систематически и постоянно. И нам стало очевидно, что если уже в «Новой газете» нельзя опубликовать наше расследование о спецслужбах и освещать эту тему, то вряд ли мы в ближайшее время найдем какую-то другую работу, и в общем, действительно, показалось, что так оно и было. Поэтому мы судорожно стали искать возможность реализовать всю эту информацию, которую мы собирали в течение 10 лет, и мы считаем, что она очень важная, и пришли к идее книги, ну поскольку в России... В чем ее важность? Важность... Дело в том, что вы знаете, что 8 лет страной руководил президент, который работал еще в советских спецслужбах, и два года он является премьер-министром, и с 2000 года, начиная, спецслужбы и выходцы из спецслужб играют все большую и большую роль в российской политике и в российском обществе. Поэтому нам казалось, что очень важно дать понять людям, что такое спецслужбы, прежде всего ФСБ, потому что книга посвящена только ФСБ. Андрей, ну вот ответьте мне на этот вопрос, да, сакраментально. Так, что же из себя представляет Федеральная служба безопасности вот уже к 2011 году, да, как она эволюционировала? Понятно, что, ну, пересказать всю вашу работу невозможно, да, и такой цели нет, да, если люди заинтересуются, они смогут ее найти. Ну, тезис нам. Ну, попробую в двух словах. Мы с самого начала судорожно пытались, тоже употреблю это слово судорожно, понять, с чем можно сравнить ФСБ. И выяснилось, что на самом деле вот это сравнение с КГБ, с предшественником ФСБ, в общем, в данном случае не очень корректно, потому что есть одна огромная, точнее их две. Две большие разницы между ФСБ и КГБ. Первое, это то, что КГБ все-таки, несмотря на отсутствие парламентского контроля, была под контроль на руководство через систему Коммунистической партии, потому что отделы Коммунистической партии были в, там, ячейки Коммунистической партии были в каждом отделе КГБ, и, в общем, люди в погонах... Партия реально контролировала. Реально контролировала, и даже в положении КГБ прямо сказано, что партийный орган должен докладывать о всех ошибках КГБ. Поэтому они чувствовали себя под контролем, это первая разница. И второе, это то, что КГБ на самом деле, мы говорим именно о КГБ, а не о всех советских спецслужбах, практически не сталкивалось с проблемой терроризма. А терроризм, когда спецслужбы сталкиваются с терроризмом, с партизанской войной на своей территории, очень быстро переходит к более жестоким и жестким методам. Это, в общем, случилось не только с ФСБ, это было и с французскими спецслужбами, и мы видим, это происходит с американскими, и с испанскими спецслужбами. То есть такое общее место. Проблема возникла в том, что когда спецслужбы переходят к этим жестоким методам и еще без всякого контроля, то получается нечто совсем другое, совсем не похожее на советские спецслужбы. И вот мы, собственно, это и пытались описать. А ваш мнение вот этого черту, невидимую или видимую ФСБ, преодолело за эти годы? То есть это стало структурой, которая совсем никому не подконтрольна и не подотчетна? В общем, наверное, эта черта была преодолена где-то к 2004-2003 году. Потому что российский президент, тогда президент Владимир Путин, он с самого начала сделал ставку на людей из этой спецслужбы. Более того, он не только вытаскивал людей из ФСБ на позиции в другие госструктуры, но и саму спецслужбу сделал главной спецслужбой страны. Напомню, что при Ельцине этого не было, была система конкуренции. Да, вы вот описываете, расскажите нашим слушателям. Мне в какой-то степени с вами легче общаться, да, но я обязан и слушателям пояснять. Потому что я прочитал вашу книгу, да. Вы описываете, как Борис Ельцин пытался, да, в общем-то достаточно сложной ситуации, ну не то чтобы принижать, но создать, создавать систему сдержек и противовесов, да. То есть разделяя, вычленяя там и образуя новые службы. Я имею в виду и службу внешней разведки, и ФАПСИ, да, и затем вот ФСО, по-моему, было создано. Или это позже. Я, честно говоря, вот в моменте, когда размножаются наши спецслужбы, могу ошибаться, да. Но вот расскажите, как он пытался тогда, и что затем было сделано уже президентом Владимиром Путиным, как это было нивелировано, достижение? В принципе, процесс происходил в 91-92-х годах, когда главная задача перед Ельцином стояла, это каким-то образом разбить КГБ, единый монолит, единый монстр на несколько спецслужб. А при этом дать им по возможности параллельные функции, то есть, например, должно было быть две структуры, которые занимаются разведкой, две структуры, или три, желательно, которые занимаются контролем ситуации внутри страны, для того, чтобы иметь возможность сравнивать отчеты этих спецслужб, таким образом получить возможность контролировать, что они делают. И, в общем, все 90-е годы, наверное, до 98-го года минимум, мы видели большое количество скандалов, когда спецслужбы устраивали утечки в СМИ, потому что боролись друг с другом. В результате больше информации... То есть это была конкурентная борьба? Это была абсолютно конкурентная борьба между ФСБ и ФАПСИ, между ФСБ и налоговой полицией, между ФСБ и МВД, между СВР и ГРУ. Это происходило, в общем, 10 лет. Ельцин удавалось контролировать их при такой конкуренции? Когда они пытались друг другу палки в колеса вставлять? На самом деле, я думаю, что по большому счету все равно это была видимость. То есть, например, он поддерживал ФАПСИ в борьбе против ФСБ, но в то же время он наращивал ресурсы ФСБ, потому что, столкнувшись с проблемой Чечни, в первую очередь это было связано с Чечнёй, он начал процесс усиления ФСБ, и это началось уже где-то с 95-го года. То есть еще один миф, который мы пытаемся разоблачить, что усиление спецслужб связано только с фигурой Путина. Нет, на самом деле... Это не так. Процесс начался намного раньше, где-то в 95-м году. В ФСБ вернулись тюрьмы, вернулось право вести следствие. В 98-м году вновь появилось управление конституционной безопасности, а это, в общем, то же самое, 5-е управление, и те же люди там работали. То есть этот процесс начался раньше. И задача была в том, чтобы как-то справиться с, как казалось Ельцин, с расползающейся стороной, с проблемой Чечни. И он сам приходил все больше к тому, что надо использовать спецслужбу. Не случайно именно он переименовал ФСК, Федеральной службы контрразведки, в ФСБ. Слово «безопасность», конечно, носит намного более широкий... иметь более широкий характер, чем только контрразведка. А то, что сделал Путин, он, в общем, пошел по этому же пути, но он решил полностью уничтожить эту конкурентную среду. Ему это удалось? Да, ему это удалось, потому что ФАПСИ было разделено на две части, и основная такая самая боевая часть влилась в состав ФСБ. Пограничная служба была полностью влетав в состав ФСБ. А если ФСБ, например, не могло абсорбировать службу внешней разведки, то ФСБ появилось свое управление разведки, которое тоже имеет... И сейчас сотрудники ФСБ имеют право заниматься разведывательной деятельностью. Нет того разделения, как было раньше, что СВР действует за пределами страны, а ФСБ только внутри. Теперь это уже не так. Кроме того, если они не могли абсорбировать МВД, а то министр внутренних дел был сделан генерал ФСБ. То есть, если не прямо, то косвенно ФСБ получил контроль практически над всеми спецслужбами. Я тут скажу, я своим сегодняшним гостям об этом сказал за эфиром. Я не знал, что Рашид Нургалеев является генералом ФСБ. То есть, нынешний министр внутренних дел Российской Федерации не просто выходец, а один из людей, который достиг достаточно высоких уровней Федеральной службы безопасности, и вот сейчас возглавляет он уже Министерство внутренних дел. Ирина, а если вот обобщить, что вас больше всего шокировало? Я понимаю, вы люди, которые профессионально этим занимаются, не один год, да? И работаете, насколько я понимаю, ваши источники информации не только открыты, но у вас есть определенный круг людей, да, из ФСБ, с которыми вы общаетесь, имеете неформальные отношения, ну, даже их цитируете, да? Вот все-таки ФСБ на сегодня это что в российском государстве? Если Андрей говорит о том, что нельзя вот так вот стопроцентно утверждать, что именно с Путиным, да, это вот все выросло. Россия начала значительно раньше и при первом уже президенте России. Но выросла во что? Ну, четко дать определение, что такое ФСБ мы не можем, потому что первое... Но вы же назвали свою книгу «Новое дворянство»? Вы же понимаете, куда я клоню. Название нашей книги дал бывший руководитель ФСБ Николай Патрушев, можно так сказать, который назвал своих подчиненных, поздравляя их с очередным юбилеем, новым дворянством. Но дело в том, что для того, чтобы дать четкий критический анализ структуры, которую вы описываете, она должна быть более или менее подконтрольна и ясна. Мы, например, назвали только оценочную цифру, например, численности ФСБ в 200 тысяч. Это та цифра, не меньше 200 тысяч мы дали, которой склоняются эксперты. Большинство людей, кого мы опрашивали из педслужбы, тоже. Но, в принципе, цифры такой нет. Это секрет. Хотя служба существует на деньги налогоплательщиков, налогоплательщики не знают даже общей численности. Не может ее контролировать парламент, наша Российская Государственная Дума. И в этом мне признался представитель комитета по безопасности Васильев, сказав, что у них нет возможности вынимать информацию из этой спецслужбы, давить на нее и контролировать, потому что у депутатов нет допуска к государственной тайне у многих. Ну, достаточно смешной аргумент. Поэтому то представление, которое мы дали в своей книге о ФСБ, это результат нашей журналистской работы. И результат работы с открытыми источниками, но и с людьми, кто там работает в том числе. Мне кажется, что главная роль ФСБ, которую он оказал на общество, это не то, как представлялось многим диссидентам и людям в начале 2000-м, и многим даже представителям спецслужб, что ФСБ, сформировало правила, значит, поведение политической и экономической элиты в 2000-е, и установило их по-новому, и теперь по этим правилам живет и действует вся страна. Это было бы преувеличением их роли, потому что, как оказалось, и для нас это тоже было большим открытием. У ФСБ, в частности, и у спецслужб российских в целом, нет никакой новой повестки о том, как должна жить Россия и как она должна измениться. Хотя очевидно, что в 90-е они были недовольны всем происходящим. И казалось, и постоянно говорили о генералах ФСБ и люди чином пониже, что нужно изменить происходящее в стране. И казалось, что у них есть такое представление. Многие даже видели, что ФСБ это нечто вроде хунты или черных полковников в Греции, которые могут прийти к власти и ввести свои новые порядки, там опасные или наоборот очень хорошие. Факт жизни оказался иным. Абсолютно иным. То есть первое, в принципе, они гарантировали тот экономический и политический порядок, который был в 90-е и продолжился. Результаты приватизации не были пересмотрены, и об этом даже не шло никогда никакой речи. Но единственное, что они сделали, это очень важно для общества и для государства, и в этом их негативная роль ФСБ, что они не смогли победить коррупцию, оказались слабы перед угрозой терроризма. То есть теракты продолжаются, и даже их количество не уменьшается сейчас, когда закончилась война уже давно. Но главное, что они распространили непрозрачные, силовые и недемократические правила поведения среди политиков в обществе, когда уничтожена конкуренция, невозможно действовать открыто, невозможно предоставлять и анализировать открытую информацию. У вас есть доказательная база под этими словами? Конечно, мы можем привести все процессы, которые проходили в 2000-е годы. Например, началось еще в конце 90-х с процессов против ученых, и это все сходятся в том, что шпионские процессы против ученых, когда ученых обвиняли в шпионаже, привело к тому, что в научной среде снизилась конкурентоспособность, научные институты, связанные с ВПК, стали совершенно и не связанные с ВПК, стали совершенно закрытыми. Это приводит к тому, что нет научной конкуренции, они боятся контактировать открыто с Западом. Ну, в общем, понятно, где передовые разработки осуществляются, и что вообще для развития любой науки, даже в практической сфере, необходим научный контакт и обмен информацией. После этих шпионских процессов против Сутягина, Данилова, Данилов сидит до сих пор, а Оскара Кайбышева, других ученых, этот обмен информацией прекратился или свелся к формальному. Это раз. Значит, спецслужбы начали бороться с НГО. Ну, тоже отчасти сами, отчасти по политическому заказу, но тут политический заказ соответствовал их представлению. Но они боялись оранжевых революций после примера Украины. Грузия, Украина. Но это было смешно, потому что НГО не пользовались большой популярностью в российском обществе практически никакой, правозащитники тоже. Они объединяли вокруг себя небольшую группу интеллектуалов и какой-то либеральной общественности, очень крохотную. На то, чтобы бороться с НГО, были потрачены огромные силы и средства. И результат какой? К тому, что если президенту понадобится сейчас альтернативная информация о происходящем в обществе, о том же экстремизме, о чем-то еще, ему ее взять будет негде, ему придется ее получать. Нынешний президент как-то на пресс-конференции заявил, что он черпает информацию не только из тех документов, которые готовят соответствующие службы, но и в том числе из интернета. То есть это вот слова Дмитрия Анатольевича. Он готов впитывать разную информацию. Это очень хорошо, что он читает средства массовой информации, но средства массовой информации тоже должны брать информацию из каких-то источников. Чем их больше, тем лучше. Напомню нашим слушателям, у нас сегодня в реальном времени на Финам.фм Андрей Солдатов и Ирина Бараган, авторы новой книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ» 651099.6 и 3w.finam.fm. Это наше средство коммуникации. Пишите, звоните. Вы знаете, Андрей и Ирина, у меня нет негатива к спецслужбам. Вот это мое ощущение. Я вижу примеры, как достойно офицеры, спецслужбы выполняют, пафосно может звучит, но свои профессиональные обязанности. Сразу на память мне приходят спецслужбы, которые также полузакрытый формат имеют. Например, в Израиле, где очень эффективно, по крайней мере, как они сами себя позиционируют, уровни. Все это поставлено. Конечно, все знают про Моссад и так далее. И тут периодически можно услышать реплики «А не агент или вы Моссад?». И главная задача этих спецслужб — это обеспечение безопасности собственных граждан, превентивные меры, предотвращение каких-либо, то, о чем говорила Ирина, ситуации. Тем более в Израиле действительно обстановка, в общем-то, сейчас еще в преддверии сентября может резко обостриться с событиями вокруг Палестины. И там более-менее понятно. Кстати, масса выходцев, генералов из спецслужб Израиля становились политиками, становились депутатами Кнессета. Они, в общем-то, в законе нормально себя, комфортно чувствуют. Общество — нет такого напряга. Но есть они, они должны быть. В конце концов, мы им платим за то, чтобы они обеспечили нашу безопасность. Смотри, скажите, а какова концепция ФСБ? Она есть, вот четко сформулированная. Для чего это нам надо? Я почему задаю этот вопрос, да, в конце 80-х, начале 90-х, когда вот все эти события у нас такие тектонические происходили, в обществе я слышал мнение о том, что, ну, может быть, это вообще распустить. Да, то есть, ну, не надо и не надо, да. Может быть, что-то другое создать. Вот применительно к нынешней Федеральной службе безопасности, в чем концепт? Вот в этом вся проблема, потому что, на самом деле, в начале 2000-х, ну, наверное, в 2000-м, в 2001-м, в принципе, службами была поставлена задача сформулировать, ну, не больше, не меньше, как национальную идею. И, в общем, все эти слова о новом дворянстве — это ответ ФСБ на вот этот запрос, что мы попробуем что-то сформулировать. И на самом деле там сидели люди, которые пытались что-то придумать. Проблема в том, что ничего не получилось. Единственное, что удалось придумать, что ФСБ, что главной идеей и для ФСБ, и вообще для страны, это является идеей служения. Но служить надо все-таки понять, чему. То есть нельзя служить... Или кому. Или кому, да. То есть нельзя служить всем режимам. А в случае с ФСБ так и получилось. Потому что ФСБ, например, себя считает одновременно и наследниками Дзержинского ЧК, и одновременно и наследниками царской охранки. И сейчас генералы с удовольствием ссылаются на опыты и той организации, и другой. Что, в общем, мне кажется, является некоторой шизофренией. Кроме того, в спецслужбах очень большой идеологический кризис. Даже, например, вот нам любят рассказывать о том, что ФСБ очень любит православную церковь, и все стали такими выцерковленными генералами. На самом деле тоже не так. Потому что часть московских генералов действительно ходит в церковь, у них очень близкий контакт с РПЦ. А, например, на местах люди верят в совершенно другие, часто мистические идеи. Например, концепция «Мертвой вода», которая говорит о том, что иудохристианская цивилизация захватила Русь 2000 лет назад. Я говорю это вполне доказательно, потому что один из проповедников и лекторов этой теории читал лекции в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу на эту тему. И, в общем, идея вызывала какой-то некий энтузиазм среди военнослужащих и среди сотрудников ФСБ. То есть мы видим, что на самом деле сформулировать какую-то четкую идею о том, для чего нужны спецслужбы, они не смогли. Но это не очевидно. В их названии слово «безопасность». Понимаете, это понимается очень широко. То есть это и безопасность государства, и в то же время, поскольку им очень нравится фигура Андропова, Андропов пытался расширить границы КГБ, и, ну, в общем, по карьерным вполне соображениям, пытаясь выйти за рамки только обеспечения безопасности. Речь шла уже об экономической безопасности, об безопасности государственного курса и так далее, и так далее. Для ФСБ это та же самая проблема. Они пытаются все проблемы, которые стоят перед государством, как-то привязать к теме безопасности. Естественно, появляется очень какая-то аморфная идея, и, в общем, она так до сих пор не сформулирована. И кончилось это тем, к чему мы пришли где-то к 2007 году, когда разные группы генералов ФСБ стали бороться друг с другом, обслуживая разные корпорации, и тогда появилось знаменитое письмо Черкесова, которое написало, что воины превратились в торговцев. Это, в общем, крах именно идеологический. А можно ли сейчас говорить о том, что спецслужбы, ну, в частности, Федеральную службу безопасности, контролирует глава государства, премьер-министр, то есть, ну, первые лица тандема? Вот как с этим обстоит дело? Если мы выяснили, да, с вами, что неподконтрольны депутатам, ну, депутатам вообще мало что подконтрольны, прямо скажем, да, значит, неподконтрольны обществу. Ну, в целом, пафосно звучит, но... У общества нет никаких механизмов получать информацию, контролировать никак. То у меня хотя бы вот такая надежда, как у журналиста-законника, да, все-таки настаивающего, что страна должна жить по законам, а не по понятиям. Я просто настаиваю категорически на этом, да. И когда мне говорят, что вы, когда идут люди на выборы, ничего от них не зависит, я настаиваю вновь, это ваше право голосовать, и вы определяете, да. А дальше уже, это уже последующий вопрос возникает. Вот скажите мне, первые лица, они контролируют? Я конкретно имею в виду тандем. Дмитрий Медведев, Владимир Путин. Нет, это невозможно, потому что нет никаких механизмов контроля. Для того, чтобы контролировать спецслужбу, которая действует на такой большой территории, нужно не просто созывать группу приближенных генералов раз в неделю и спрашивать, что там в ваших подразделениях происходит, расскажите. Этого будет недостаточно. Нужны системы. Если не партийный контроль, как был в советское время, то общественный. Если не общественный, то система внешнего контроля через, например, возможность одной спецслужбы расследовать преступление другой. Сейчас ничего подобного нет. Нет, сейчас вы, наверное, может быть, замечали, что уже 20 лет мы слышим странное словосочетание. Управление собственной безопасности. Причем управление собственной безопасности есть везде. В МВД, в МЧС, в ФСБ, в службе внешней разведки, это центра собственной безопасности. Что это такое? Это спецслужбы, когда они оказались без партийного контроля в начале 90-х, пытались создать механизм, чтобы к ним в их дела не лезли. А для того, чтобы не лезли в их дела, они придумали вот эти управления собственной безопасности, сказав, что чистка рядов, да, и чистота рядов, а будут заниматься специальное управление внутри этой спецслужбы. Но вы же понимаете, что возникает. Появляется... Типа мы профессионалы, сами разберемся. Если вы даете такие сверхполномочия... Нет, тоже так бы решил. Да. Только проблема в том, что если вы... Чтобы чужие не заходили на свою территорию. Это очень понятная мысль. Действительно, от чужаков только, можно сказать, вред. Проблема только в одном, что если вы создаете такое сверхподразделение со сверхполномочиями, что оно может контролировать все департаменты в вашей спецслужбе, то кто будет контролировать вот это вот сверхподразделение? Хорошо. По вашему мнению, президенты и премьер-министры, они понимают, что они не контролируют? Что они не могут... Ну, не то чтобы тотально, да, но хотя бы какие-то реперные точки контролировать. Также у них нет такой возможности. Ну, вы знаете, периодически... Ну, формально они могут снять... Формально президент может снять главу спецслужбы, но это же, вы понимаете, не может быть контролем. Назначат другого. И, в принципе, Патрушев заменил Бортников, но мы не видим, чтобы ФСБ изменилось кардинально или вообще что-то изменилось. Но был пример, когда Путин, в общем, оказавшись в отчаянной ситуации в середине 2000-х, попросил как раз Черкесова и его службу наркоконтроля попытаться провести расследование внутри ФСБ. Мы знаем, чем это кончилось. Несколько генералов, но отнюдь не ФСБ, а наркоконтроль оказалась в тюрьме. То есть эта система, эта попытка, ну, в общем, прибегнуть к методам, скорее, Ельцина, то есть создать опять конкуренцию между спецслужбами, не удалось. А Медведев такое впечатление, что он, видимо, догадывается об этой проблеме, но пока, скажем, стабильность в обществе находится на том уровне, на котором она находится, то есть пока все вроде спокойно, он, видимо, боится трогать эту систему. Я бы привела еще один признак того, что президент чувствует, что спецслужбы бесконтрольны. Это то, что, по крайней мере, ФСБ, это то, что борьба с экстремизмом была передана в основном в руки МВД, хотя это, как бы, по большей части борьба с идеями, идеологическая сфера, она должна находиться, и никак не должна заниматься полиция. Ни в кое. А вы считаете, что спецслужбы должны бороться с идеями? С идеями бороться вообще в демократическом обществе никто не должен, но поскольку существует... Я вот просто и зацепился. Поскольку существует департамент по борьбе с экстремизмом у нас, и существует закон о противодействии экстремизму, который, по большей части, подразумевает не только борьбу с преступлениями, они все обозначены в уголовном кодексе такими, как убийство, нападение, масса убийства и так далее, но, по большей части, он подразумевает борьбу против свободы слова и ограничение свободы выражения и так далее, то в этом смысле мы можем сказать, что борьба все равно ведется быть с идеями. Слушайте, вот здесь мы подступаемся к очень важному моменту. То есть, по вашей логике, получается, что нынешние сотрудники, в данном случае Федеральной службы безопасности, они идеологически, я спрашиваю, да, я вопрошаю, не утверждаю, а пока вопрошаю, они не за свободу слова, они не за демократию, они не за конкурентную рыночную экономику, у них есть некий свой концепт, я не знаю, который перешел, может быть, от советской эпохи, да, может быть, какой сформировался за последние 20 лет. Андрей, что? Нет, я бы как раз вернулся к тому, что я уже говорил. Проблема в том, что мы не можем сформулировать ни одной идеи, к которой пришли бы все сотрудники ФСБ. Часть генералов настроены очень, просоветские, готовы вернуться, особенно в регионах, готовы вернуться к Советскому Союзу или даже там к сталинским временам. Часть, им нравится китайский путь. А третья часть, например, в основном это генералы, которые служат в Москве, вполне их устраивает и свобода слова, их все, они более, более... Другими словами, простите, что перебиваю. Аэроничная экономика очень устраивает генералитет. А есть офицеры спецслужб, которым можно, в общем-то, сказать, что они либералы. Да, есть и такие, конечно. Вот в этом вся проблема. Это абсолютно аморфная масса и внутри ФСБ... Меня это радует. Слушайте, вы хоть меня это, бальзам на сердце. Потом, обратите внимание, ведь сейчас мы наблюдаем очень интересный процесс. Внутри ФСБ есть очень много внутренних конфликтов между сотрудниками. Причем не между, например, людьми, служащими в Туве и в Калуге. Это было бы хотя бы объяснимо географически. А между, например, средним уровнем и генералитетом. Мы видим, что... В чем конфликт? На чем конфликт? Конфликт, прежде всего, основан на, скажем так, имущественном неравенстве. То есть существует разница в зарплатах. Существуют часто обоснованные подозрения со стороны полковников в отношении генералов, что те коррумпированы или там несправедливо ведут себя в отношениях своих сотрудников. И как результат, и мы говорим это вполне доказательно, потому что результатом является большое количество исков, которые сотрудники ФСБ подают на своих генералов и на руководства. Минуточку. Сотрудники ФСБ подают в суд на своих вышестоящих руководителей. Причем, что самое интересное, не только в российские суды. Есть уже дела, и мы говорим, эти примеры приведены в книге, когда сотрудники ФСБ обращались в Страсбург. Не ушедшие в отставку? Нет, там был один ушедший. Но есть, например, случаи, где действующий подполковник ФСБ уже пошел не в суд. Он написал письмо грузинскому президенту Саакашвили с жалобой на свое руководство. Это вообще как-то не вяжется с идеей патриотизма. Это какое-то иезуитство, да. Это совсем непонятно. Мы вроде бы недавно воевали с Грузией, а он пишет письмо с просьбой, не могли бы вы передать мое письмо Медведеву, чтобы тот спустил это на Бортнику, потому что другим способом я достучаться до своего руководства не могу. Ирина, вы сказали, что часть сотрудников ФСБ очень даже близка к рыночной экономике. Вы о чем? Такую реплику кинули. Я вот уже говорила, что в 90-е сотрудники ФСБ и вообще сотрудники были не удовлетворены тем, что они очень далеко были от источников экономического благоденствия в стране. То есть их реально отодвинули в тот момент? Их отодвинули достаточно сильно. И нельзя сказать, они могли... Ну а что, собственно, они могли? Они могли немного. Они могли возглавлять службу безопасности у некоторых олигархов и работать в банках на, в общем, пятых ролях тоже в этих же службах безопасности. Один из примеров хорошо пристроившихся людей – это Филипп Абков, бывший руководитель пятого управления, но он один из немногих. А что они получили в 2000-е? Это, конечно, речь идет о генералах ФСБ и об отставниках спецслужб высокого ранга. Конечно, речь идет не о майорах, не о полковниках. Они получили немало. То есть в качестве рекомендированных сотрудников они направляются в ведущие российские компании, которые представляют стратегически... В стратегическом плане представляют важность. То есть это все нефтяные компании, это компании, связанные с транспортом, авиакомпании и так далее. Там они входят в советы директоров, получают достаточно большие выплаты и хорошие возможности для своих детей и близких. Но это сотрудники, которые уже подали в отставку, которые ушли из Федерального службы безопасности. А ну вот есть такие... Я просто знаю одного очень интересного человека. Говорят, он эффективный менеджер. Ныне он занимает пост вице-премьера федерального правительства Игорь Иванович Сечин. То, что часто называют настоящий Игорь Иванович. Он не скрывал, как и Путин, не скрывает то, что он работал в Федеральной службе безопасности, что он оттуда попал на государственную службу. Но это как раз тот случай, когда человек там официально завершил свой карьерный рост и перешел на государственную службу. Я, честно говоря, не вижу в этом проблеме. А вы говорите о том, что есть совмещение? Есть специальный механизм. Но вот Сечин конкретно не работал в Федеральной службе безопасности. Он работал в ГРУ. Но проблема в том, что существует специальный механизм. А, на тот момент это принципиальная разница, да? А существует специальный механизм, который на самом деле еще в советские времена использовался. Так называемые офицеры действующего резерва. Или теперь это называется прикомандированные сотрудники. Аппарат прикомандированных сотрудников АПС. Это люди, которые на самом деле продолжают служить ФСБ, а на которых под видом отставников, а часто и просто под видом... Простите, то есть трудовая книжка находится на Лубянке. Я правильно понимаю? Ну так, утрировано совсем, да? Утрировано, они получают две зарплаты. И у них сохраняются... Именно числяются две зарплаты, получают они одну. Ну, у них остаются все эти воинские звания и так далее. Они продвигаются дальше по службе. Их прикомандировывают по договоренности. Иногда по договоренности с корпорациями. Иногда втайне их прикомандировывают к определенным структурам. Цель такого прикомандирования? Ну, смотрите, например, внутри департамента, точнее сейчас службы экономической безопасности ФСБ, есть такие интересные управления, с интересным названием, управления по контрразведывательному обеспечению. Дальше представляете, финансово-кредитная сфера, или, например, объектов промышленности, или объектов транспорта. В чем идея? Сотрудники этих управлений прикомандируются к соответствующим компаниям, о которых говорила Ирина, для того, чтобы контролировать, не проникли ли шпионы, например, в аэрофлот, или в российские железные дороги. Вот они сидят и контрразведывательно обеспечивают. Эти корпорации, получая хорошие должности и, в общем, хорошие возможности. А еще проблема в том, что, как правильно сказала Ирина, на эти должности обычно назначают генералов. И у вас возникает конфликт лояльности. То есть вы генерал, вам осталось служить год или два, и вдруг вас назначают на такую должность. Ну, не вдруг вы договорились. И возникает вопрос, а кому вы на самом деле подчиняетесь? Вы агент спецслужбы в этой корпорации или агент корпорации в спецслужбе? Вопрос для многих становится довольно... Это дуализм, он актуален, да? Конечно, актуален. Потому что, собственно, каким образом ФСБ может гарантировать лояльность таким образом прикомандированных сотрудников? Если ты прикомандируешь, например, полковника, и ему служить еще 15 или 10 лет, ты можешь надеяться воздействовать на него тем, что он, если будет плохо себя вести, он потеряет звание, его уволит и так далее. Но если ты прикомандировал генерала, и ему и так, и так остался год, то, в общем, на него уже воздействовать довольно сложно. И он уже начинает думать, что лучше бы ему получше обслуживать интересы корпораций внутри ФСБ и заслужить здесь хорошую репутацию, и таким образом он уже превращается в агента бизнеса внутри спецслужбы. Ирина, а можно говорить о том, что сотрудники ФСБ, ну, в сравнении с другими, да, службами, которые сейчас существуют, это такая действительно элита. Понимаете, я не хочу сказать, что вокруг ФСБ, вообще спецслужб, есть некая сакрализация, да, как вообще власть в России, она сакрализирована до безобразия за эти тысячи лет, но бог с ним, такова ментальность, да. Но вот можно ли говорить о элитарности? Когда я говорю о элитарности, я имею в виду интеллект, в первую очередь, да, высочайшее качество образования данное этим людям, да, то есть они там, я не знаю, имеют одну специальность, две специальности, они владеют там шестью языками. Я утрирую сейчас, да. Можно ли об этом утверждать, что там действительно собраны, ну, знаете как, лучшие из лучших? Ну, знаете как, людей, в целом, конечно, спецслужба не является такого блестящего зрелища, чтобы ее можно было назвать элитой, но там есть разные люди, вот какая хитрость. Те люди, которые заканчивают Академию ФСБ, конечно, это, как правило, не самые умные, не самые лучшие представители, потому что, во-первых... Жестко вы прошли Испанию. Ну, это замкнутая структура, туда многие идут уже внуки и дети, там, племянники и так далее. А, то есть, есть уже семейные династии. Да, потому что просто, ну, боятся, как бы, внешнего мира, и почему бы не пойти там, где уже все обозначено и ясно, но там, конечно, качество образования, понятное дело, оно просто не может быть высоким. Но есть ребята, которые идут, заканчивают нормальные вузы, но это в основном технические специалисты и другие, и, там, допустим, переводчики, и идут, направляются, и уже потом вербуются в ФСБ. Среди них, конечно, есть блестящие люди, и блестящие взрывотехники, и это нельзя отнять. Но, если говорить в целом, конечно, в ФСБ, они себя выделяют как элитную группу, потому что они имеют привилегии, у них огромное, огромное их количество выше зарплаты, отдельное медицинское обеспечение, бесплатные квартиры, не дают в других, мало в каких ведомствах предоставляют и прочее. Но говорить о том, что они являются элитной группой, то есть группой, которая осознает себя как элита на уровне идеи и на уровне воплощения этой идеи, и готова эту идею воплощать, они в таком смысле, они элитной группой не являются. Но как группа, которая защищает свои интересы, наверное, верхушка ФСБ такой группы является, в целом защищает свои интересы. Но это не исключает того, что внутри спецслужбы, они могут формировать разные коалиции, бороться, конкурировать. Хорошо, а как происходит процесс рекрутинга? То есть, я так понимаю, служба же, она в постоянном таком находится, в состоянии пребывания новых сотрудников. Ну, вот Елена сказала о династиях семейных, но это один вариант. Другой вариант, люди, наверное, как Владимир Путин, заявил желание открыто, пошел, я так понимаю, и там какую-то процедуру прошел, и, в общем-то, стала одним из сотрудников. А на сегодняшний день, вот, Андрей, известно, как этот рекрутинг происходит? Да, во-первых, на самом деле, семейная династия становится все более и более важным фактором. Очень большое количество... Ну, это, честно говоря, меня напрягает, потому что вот эта династийность в спецслужбе, ну, по меньшему мере, вызывает вопрос. Проблема заключается в том, на самом деле... Так как каста уже становится. Да, но главная проблема в том, что эти люди практически не... Если у вас там папа, дедушка, я не знаю, там, тесть, все они служили в спецслужбе, то первое, что вы теряете, вы теряете кругозор. Вы воспитаны, фактически, людьми в погонах, и вы вообще не представляете, как действует... Как вообще, по каким законам существует внешний мир. Это, на самом деле, еще... Еще один фактор, который усиливает вот этот механизм, вот эту закрытость. Это, конечно, то, как устроено образование в Академии ФСБ. До недавнего времени там вообще люди жили в казармах. Конечно же, в казармах можно готовить офицеров армии, которые будут жить на полигонах, сражаться в горах и так далее. Но так невозможно готовить сотрудников спецслужбы, которые не должны отличаться от нормальных людей. Они должны там внедряться в какие-то группировки, должны действовать от самого высокого уровня до самого низкого уровня, чувствовать себя как рыба в воде, знать, как разговаривать с людьми на разных языках. Но на самом деле, чем больше ты сталкиваешься с сотрудниками ФСБ, которые получили вот это профессиональное образование в Академии ФСБ, тем больше ты видишь вот эту печать человека, вышедшего из закрытой корпорации. Они очень хорошо понимают правила внутри, но совсем не понимают, как ситуация развивается снаружи. И даже те люди, которые не имеют семейных связей и идут в ФСБ, часто это люди идут туда не по патриотическим соображениям, а за социальными гарантиями. Не секрет, что сегодня, ну, в общем, как и всегда, вопрос квартиры, там, я не знаю, медицинского обеспечения, это важный вопрос. Ну, заработная плата. Заработная плата. Если вы живете в каком-то далеком городе, и вам предоставляется вдруг возможность вот это получить, то, конечно, очень многие молодые люди издалека с не очень хорошим уровнем образования, может быть, не из очень высоких там социальных слоев, они начинают думать всерьез о том, что ФСБ может быть выходом. На самом деле, так это было еще во времена КГБ. Был небольшой слом только в 90-е годы, когда зарплаты были действительно очень маленькие, и спецслужбы, если люди и шли, то такие авантюрные, и действительно многие из них по патриотическим соображениям. Но в 90-е годы, когда восстановились вот эти социальные гарантии, зарплаты выросли, опять появились ребята, которые идут туда только за чувством защищенности. И, конечно... Это напоминает желание многих студентов пойти на госслужбы. Да, совершенно верно. Там тоже все очень веркантильно. И еще один вопрос, который мы никогда себе не задаем, но на самом деле, ведь эта система вот этого профильного образования, ведь она существует практически только у нас. Ведь, например, в Британии, в США, это в основном это курсы. То есть человек получает хорошее образование в каком-нибудь университете, а потом просто идет на курсы. Курсы ФБР, курсы ЦРУ, курсы МИ-6, они могут длиться там 6 месяцев, могут длиться год, но это не 4, не 5 лет. То есть это люди, которые подготовлены уже нормальным гражданским образованием, им просто нужно получить некоторые необходимые навыки, какие-то специфические вещи, но их не учат быть юристом в академии вот в таких вещах. Ну там, может быть, я ФБР зря сказал, потому что там есть правоохранительный уклон, там их готовят специально для следственной работы. Но для спецслужб, именно для спецслужб, это не так. А у нас здесь, как правильно сказала Ирина, если ребята успели получить хорошее гражданское образование, то они идут действительно на вот эти курсы переподготовки, и из них получаются хорошие офицеры. Но для остальных это тяжелая проблема. Я предлагаю сейчас переключиться теперь на вопросы слушателей. 65 10 99 6, код Москвы 495, и www.finam.fm. Это наше средство коммуникации, реальное время финам.fm. Здесь у нас в московской студии авторы книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ» Андрей Солдатов и Ирина Бараган. Ирина, вот здесь несколько прям писем к вам. Да, значит, Игорь в частности пишет. Как можно говорить, что ФСБ не смогло побороть коррупцию, когда вы описываете эту спецслужбу как влияющую на все, и при этом секретную? Да, они получают, да, они получаются основа всей вот этой коррупции. Сами с собой бороться, что ли, будут? Вопросительный знак, да? Павел Александрович из Красноярска то же самое пишет. Юрий, как сказала Ирина, они не смогли победить коррупцию. То есть зацепилась эта фраза, да, ваша. Она путается. Почему это они не смогли победить коррупцию? Ведь сегодня ни для кого не секрет девицы «Не можешь победить, возглавь». Я вам зачитываю письма, как они приходят, да. Ну, в любом случае, таким образом мы не можем. А я очень ценю островыми слушателей наших. Но если они возглавят коррупцию, то они все равно не смогут победить. Но для того, чтобы спецслужбы победили эту коррупцию, должна, конечно, измениться и политическая система, но поскольку даже в самих спецслужбах не проводятся чистки. И, например, в последнее время Андрей рассказывал о том, что невозможно расследовать преступления спецслужб, которые совершают сотрудники спецслужбы другими ведомствами. Это верно так. И в последнее время были сделаны еще дополнительные шаги, чтобы было еще сложнее расследовать коррупцию, другие преступления, например, совершаемые сотрудниками ФСБ, потому что теперь были приняты документы, законодательные акты, в соответствии с которыми теперь нельзя сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета затребовать документы из ФСБ в ходе расследования себе, а нужно приходить в те помещения, где эти документы хранятся, то есть в помещения, где находится управление ФСБ и так далее. И там эти документы, будучи прокурором СССР, изучать. Ну, ясно, что при таком проведении расследования ничего расследовать невозможно и скрыть, главное, от самих участников преступления. А от самих подозреваемых достаточно сложно скрыть, кем они являются. Ирина, я правильно понимаю, что в западных странах создана система противовеса, да? То есть там могут запрашивать информацию, там могут проверять информацию, то есть насколько там-то они скрыты и в то же время открыты. Я хочу уж простить за такое сравнение, да? То есть там что создано? Что было и слушателям понятно. Может быть, так все действуют во всех странах, как и у нас? Ну, так действует не во всех странах. В западных странах, ну, системы разные, но везде есть система парламентского контроля. То есть вот это везде? Парламентское расследование, да, это нормальный такой механизм, когда парламентарии могут затребовать отчетность по-любому. А если это гостайна? Нет, не может быть, дело в том, что значимая для граждан, для всех граждан страны информация, она не может быть гостайной. То есть если совершены теракты, то общество имеет право, граждане страны имеют право знать, кто эти теракты совершил, кто... А депутаты, как их представители, соответственно, и направляют все эти запросы и имеют право на доступ к информации. Нет, плюс еще есть специальные... Вот аналогическая цепочка. Нет, есть еще специальные комитеты, где у депутатов есть доступ просто к этой информации. Они, как депутаты, например, являются членами комитета по разведке или членами комитета по безопасности. И в таком качестве они имеют право запрашивать любые документы с любым грифом. Другое дело, что, может быть, они не могут целиком выкладывать все, что они по этому поводу узнали, но сами по себе они получают доступ. Ну вот комиссия 911, например-то, в общем-то, даже переведенные материалы на русский язык и продаются огромное количество материалов, которые у нас не вынешь ни из кого официально и никогда затребовано было и опубликовано, и доступно гражданам, но не по Нурдосту, не по Беслану, ничего подобного проведено не было. По Нурдосту вообще расследования парламентского не произошло. Парламентарии сами от этого отказались, провела только одна фракция СПС. По Беслану тоже ничего подобного не было. Нет, они сделали доклад, но просто это нельзя считать серьезным. Евгений из Москвы спрашивает вас, да, что думают ваши гости о взрывах 99-го-2000-го года. Я просто знаю, что вы это описываете, Андрей, коротко. Вы знаете, мы пришли к выводу, что на самом деле в данном случае мы, по крайней мере, не нашли никаких доказательств о том, что спецслужбы, в частности Федеральная служба безопасности, имела к этому отношение. Более того, те доказательства, которые приводились в различных газетах, а мы работали и в новой газете, которая этим занималась, и в газете-версии, которая тоже этим занималась, выяснилось, что они, в общем, несостоятельны, многие из этих заявлений. Другая проблема была в том, что Федеральная служба безопасности вела себя столь странным образом, то есть, например, когда люди начинали задавать вопросы об этих терактах, то тех людей, кто задавал эти вопросы, сажали в тюрьму. То есть, естественно, это вызывало ответную реакцию, что если вы таким образом себя ведете, значит, вы виновны. И Федеральная служба безопасности, как мне кажется, просто, в общем, испортила имидж Владимиру Путину, хотя, видимо, из лучших побуждений, но в этом как раз и видна неэффективность этой структуры, которая делает, вроде бы, из лучших побуждений и приходит вот к тому, к чему мы пришли, что сейчас, в общем, репутация ФСБ очень серьезно подпорчена. Я хотел задать вопрос, значит, вот почему в нашей стране отношение к спецслужбам, не только к ФСБ вообще, в принципе, ко всем спецслужбам, скорее уничижительное, чем уважительное, и почему они никак не хотят это исправить хотя бы в целях, ну, самосохранения, что ли? Да, спасибо, пожалуйста. Я просто буду сейчас просить, да, и Андрей Вас, и Ирину Лаконичну. Да, очень коротко могу сказать только, что на самом деле это не так, потому что все зависит от того, в какой среде вы общаетесь. В одной среде это будет уничижительное отношение, а, например, если поговорить, в регионах с людьми, это совершенно другое. И, кроме того, ФСБ в 2000-е годы сделал огромное количество усилий для того, чтобы улучшить свой имидж. А снимались при спонсорстве ФСБ специальные фильмы, документальные, художественные, телесериалы, где сотрудник ФСБ был героем. Да, вы, кстати, в своей книге приводите эти примеры. Добрый вечер, как вас зовут, Алло? Алло, здравствуйте. Да, представляйтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей. Я хотел по поводу рекрутинга немножко сказать в Академии ФСБ. Я учился в Суворовском военном училище, это старшие классы школы. И для того, чтобы только получить возможность сдавать экзамены в Академии ФСБ, нужно было иметь в Суворовском училище балл 4,9 средний. И после этого нужно было пройти еще там кучу-кучу всяких тестов всевозможных, психологических, собеседований. И только после этого получалось... Ну, абитуриент получал возможность просто сдать математику, написать сочинение и физику, чтобы поступить в Академию ФСБ. Поэтому с точки зрения отбора как бы знаний, по знаниям, то в то время это было довольно, ну, серьезно. Сергей, вы не поступили? Вы не поступили? У меня балл был ниже 4,9, и я даже не начал этим заниматься. А вы сожалеете об этом? Да нет. Я поступил в другой вуз, и там как бы успешно отучился, получил хорошее образование. Спасибо. Что скажете? Ну, Сергей, как я могла понять, Сергея, он сказал не о проверке знания, он сказал о какой-то фильтровочной вещи в виде психологических тестов и других вещей, которые я могу представить, просто хороша для того, чтобы отсеять людей, кто поступает сам. Но он не сказал об оценке знаний и интеллекта. Плюс сравнивать тоже Суворовское училище и Академию ФСБ тоже странно, потому что то учебное заведение закрытое и не участвует в конкурентных отношениях с другими учебными заведениями, и это учебное заведение закрытое, но и тоже не участвует в конкурентных отношениях с другими учебными заведениями. Ну, просто мировая практика показывает, что не бывает закрытых учебных заведений, в которых может сохраняться высокий уровень преподавания и высокий уровень студентов. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут, Оля? Добрый вечер, Владимир, меня зовут. Да, пожалуйста. У меня вот два таких коротких наблюдения. Я заканчивал работать на родное государство Восрослевом министерстве И у меня много в разных медностях осталось знакомых И действительно сейчас большой наплод И работающих, и отставных И в бизнесе у меня много знакомых Которые пытались брать на работу Но не службу безопасности, а делом заниматься Пытались брать выход И там и там Мне все говорят одно и то же Люди работать не умеют и не хотят Не без денег, грубо говоря Это первое А по поводу элитности Во-вторых, забавно действительно Когда вы говорите, что в 90-е годы их отодвинули Их никто не продвигал Потому что я как раз в министерство бизнеса шел Сначала крышами были бандиты Потом бандитов подвинули милиционеры А потом в более серьезных и крупных бизнесах Милиционеров подвинули как раз вот эти люди Трикита, наверное, помните все, да? Так что вот такие два замечания, спасибо Спасибо, а что скажете? Насчет того, что действительно менялись крыши Это было связано прежде всего с тем, что Сами бизнесмены приходили к выводу То есть бизнесмены искали арбитра По большому счету В отсутствии нормальной судебной системы Когда нельзя было прийти в суд и решить конфликт с вашим контрагентом Приходили сначала к бандитам Потом к милиционерам А потом, когда спецслужбы На самом деле я бы не согласился только в одном Что сотрудники МВД полностью ушли с этого поля Это не так, на самом деле Поскольку они шире представлены И у них больше возможностей для открытия уголовных дел То для бизнеса выяснилось, что это очень выгодно Идти, например, не заказывать убийство А заказывать уголовное дело И, в общем, бизнес, к сожалению, на нем лежит вина в том Что они, в общем, воспользовались услугами спецслужб И правоохранительных органов Для решения своих внутренних конфликтов И здесь, в общем, надо понимать Что это не то, что проблема Есть борьба бизнеса со спецслужбами Это борьба между различными группировками бизнесменов Которые используют спецслужбы в своих конфликтах А как выйти из этой ситуации, теперь не знает никто Господа, спасибо вам огромное У нас просто время наше истекло в эфире Для тех, кто заинтересовался Находите книгу «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ» Книга Андрея Солдатова Ирины Бараган Книга интересная, я ее прочитал Знаете, даже если вы не интересуетесь вопросами спецслужб Но живете в нашем отечестве, в нашем государстве Вы должны знать некоторую фактологию В этой книге она представлена Судить вам самим, да Авторы, кстати, не навязывают свое мнение Вы сами читаете, сами приходите к определенным выводам Я точно знаю, что ни одно государство без специальных служб не может обойтись Это необходимо Другое дело, что право моей гости в принципиальном вопросе По крайней мере, парламентский контроль должен существовать над любой спецслужбой В противоположном случае или в противоположность Тогда это точно новое дворянство Не подконтрольное никому Спасибо всем Это «Реальное время» на Финам.ФМ До 9 вечера, до сухого остатка